Как получить миллион на становлении собственного дела? Что такое инновации? Кто может получить грант на продолжение исследований? Как в области поддерживается малый и средний бизнес? Об этом поговорим сегодня. В эфире «Ваше право» и я, Дарья Анфиногенова. Здравствуйте! Но сначала к рубрике «Новости права» о новом в законодательстве короткой строкой далее. За пропавших на военных сборах родственников семья сможет получать ежемесячную компенсацию. Владимир Путин подписал соответствующие поправки в федеральный закон о денежном довольстве военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат. Вступят поправки в силу 1 января 2016 года. Опубликован закон, который позволяет включать в трудовой стаж судьи время работы в качестве следователя, прокурора и адвоката. Также в судейский стаж будет включена и служба в суде на должности, требующей высшего юридического образования. Правда, для получения особой пенсии и льгот человеку все-таки придется проработать с судьей не меньше 10 лет. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому громкость рекламы не должна превышать громкость транслируемых программ. Документ вносит изменения в закон о рекламе. Поправками устанавливается, что нормы громкости звуковых сигналов будет утверждать Минкомсвязи, а выявлять нарушения будет антимонопольная служба на основании специальной методики измерения. Вологодские депутаты тоже приняли ряд важных решений. 22 октября состоялась 34-я сессия Законодательного собрания области. Вологодские депутаты предложили Госдуме внести изменения в лесной кодекс. Такое решение народные избранники приняли на 34-й сессии. Его суть – малый и средний бизнес, который работает в лесу, получит право заключать договоры купли-продажи древесины без аренды участков. Несколько изменений касаются пенсионеров. Во-первых, депутаты увеличили для них размер прожиточного минимума – до 7 081 рубля. Во-вторых, расширили льготы по транспортному налогу. Его теперь не будут платить пенсионеры, владельцы небольших грузовиков. Также приняли депутаты изменения в закон о старостах. Поправки позволят избирать представителя от нескольких населённых пунктов. А кандидат теперь может иметь имущество на данной территории, однако не проживать на ней. А теперь, собственно, к теме выпуска. Как на Вологодчине поддерживается малый и средний бизнес? Зачем ему вообще, собственно, помогать? И чем отличается недавно созданный региональный центр поддержки предпринимательства от бизнес-инкубатора, который в области работает уже 8 лет? Ответы на эти и другие вопросы в рубрике «Правовой ликбез». В теме поможет разобраться Алексей Кожевников, заместитель губернатора Вологодской области. Алексей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорим о поддержке малого и среднего бизнеса в области. И начнем с того, зачем, собственно, государству поддерживать предпринимательство в условиях рыночной экономики. Вы знаете, на разных уровнях власти очень часто возникают вопросы о поддержке. Есть сектора экономики, которые, в принципе, нуждаются в системе государственной поддержки для того, чтобы выживать. Я считаю, что предпринимательство не относится к такой системе. Но, тем не менее, есть разные слои предпринимательства, которые заслуживают внимания государств с точки зрения их стимулирования. Так происходит на федеральном уровне, так происходит на региональном уровне. Сегодня в Вологодской области выстроена система государственной поддержки предпринимательства. Система достаточно стройная, она работает достаточно давно и системно. Мы ежегодно увеличиваем объем поддержки предпринимательства по нашему региону. Это является одной из ключевых позиций в политике губернатора области и правительства Вологодской области. Мы видим, что те меры поддержки, которые мы оказываем, они востребованы, они эффективны и ежегодно мы видим хорошую динамику по увеличению количества предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий. Мы наблюдаем увеличение объема отдачи налогов от предпринимательства, поэтому мы фиксируем, что та деятельность, которую мы ведем, она эффективна. Не так давно в Вологодской области был создан региональный центр поддержки предпринимательства. Чем именно он занимается и есть ли уже результаты? У нас создан ряд учреждений, которые так или иначе на разных этапах существования предприятия оказывают ему поддержку. Где-то мы готовы помогать финансово. У нас есть система грантов, система компенсации процентных ставок по кредитам и по лизинговым платежам. У нас также есть система микрофинансовых фондов, гарантийных фондов, и мы, собственно, готовы финансово помогать бизнесу. Понятно, что при этом преследуется обоснованность, комиссионное принятие решений, конкурс обязательно проводится и так далее. То есть соблюдаются все этапы для того, чтобы это была прозрачная процедура и так далее. Есть учреждения у нас, например, бизнес-инкубатор, которые оказывают услуги имущественной поддержки, так называемые. То есть он предоставляет льготную аренду для стартующих предприятий, для кого сегодня еще не под силу содержать рыночную арендную ставку по аренде площадей. Они арендуют на абсолютно льготных, но практически по символической плате. Также они оказывают функцию обучения. То есть они для начинающего предпринимателя готовы организовать тренинги, какие-то консультационные вещи, обучение по каким-то программам, мастер-классы и так далее. При этом это делается за счет федеральных средств. То есть затраты предпринимателя абсолютно минимальны, либо практически их нет по этой тематике. Есть у нас учреждения, которые занимаются сопровождением проектов и поиском инициатив. Например, агентство городского развития в Череповце или теперь вновь созданное региональный центр поддержки предпринимательства в Вологде. Что это за учреждения? Это учреждения, которые концентрируют в себе функционал, связанный с поддержкой и сопровождением проектов в сфере малого предпринимательства. То есть когда предприниматель у нас уже знает, как получить поддержку с точки зрения финансов, когда он получил, например, годную аренду или ему готовы сегодня оказать обучение, у него встает вопрос. Например, предположим, он хочет осуществлять экспортную деятельность, он хочет произвести продукт и продать его за рубеж, но не знает, как это сделать, куда ему, в книжках об этом не пишут. Соответственно, он может обратиться к нам в учреждение, при региональном центре поддержки предпринимательства, есть центр поддержки экспортной деятельности, и там он спокойно может получить консультацию о том, как продавать, куда, какие при этом оформляются документы. Более того, ему могут помочь с подбором даже клиентов и партнеров за рубежом. Или, например, он хочет стать участником какого-то кластерного проекта, потому что мы на территории Волгоградской области внимательно относимся к системе бизнес-кооперации и системе кооперационных связей. И здесь люди хотят, например, участвовать в каких-то кооперационных связях или так называемом кластерном подходе. Мы занимаемся этой поддержкой, у нас есть центр кластерного развития, который сопровождает развитие этих проектов. Он также может получить консультацию, информацию и так далее. Мы в целом сопровождаем проекты малого предпринимательства. То есть, если сегодня предприниматель имеет серьезные инициативы, имеет желание реализовать какой-то значимый для региона, для города проект, но реально сегодня его компетенции как проектного управления не так высоки, он может обратиться в РЦПП, и тут профессиональный менеджер просто поможет ему со структурой проекта, с бизнес-планом, поможет ему довести свою идею до ее реализации. Вот, собственно говоря, для этого мы просто концентрировали эти сервисы в одной компании в региальном центре поддержки предпринимательства и, по сути дела, работа в рамках единого аккаунта. Вот у меня ассоциации возникли со школой, то есть бизнес-инкубаторы – это младшая школа, РЦПП – старшая. Обучение происходит бесплатно как-то? Здесь, вы знаете, момент такой, ну, по поводу сравнения школы и, может быть, не школы, я скажу так, что это, наверное, знаете, это такие курсы повышения квалификации. И каждый определяет для себя тот курс, который сегодня ему нужен. То есть, если ты сегодня уже имеешь высшее образование, например, да, если ты уже инженер с высшим образованием, тебе, наверное, уже не стоит идти в училище, потому что ты имеешь более высокую квалификацию по этой специальности. Также и здесь, действующему предпринимателю, успешному предпринимателю, который имеет сегодня арендные площади, например, да, что занимается производством, ему сегодня бизнес-инкубатор не нужно. Ну, он может сразу же пойти, например, если есть потребность в оборотных средствах, он может прийти в микрофинансовый фонд, получить дешевое финансирование и продолжить свой бизнес. Если сегодня предприниматель начинающий, то ему, конечно, рановато идти сегодня, например, в гарантийный фонд, потому что он сегодня не понимает, зачем ему эти деньги. То есть, он придет в гарантийный фонд и не сможет защитить просто свои программы. Поэтому ему стоит, вероятнее всего, пройти в бизнес-инкубатор, ему стоит поучиться на тех курсах, которые у нас идут. Я повторюсь, что мы осуществляем деятельность за счет федеральных средств, то есть, мы не тратим на это практически минимальное у нас бюджетное финансирование с точки зрения регионального бюджета. В основном это федеральные средства. То есть, сегодня федеральные центры, по свое дело, стимулируют регионы к тому, чтобы мы за счет их средств помогали предпринимательству. Поэтому для предпринимателя это очень, ну, где-то это бесплатно совсем, где-то за какие-то просто символические деньги это происходит. Значит, и они могут получать такие сервисы и становиться, становиться сильнее, 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 расти. Вот насчет финансовой поддержки не могли бы вы рассказать подробнее? Как это происходит? Это какие-то гранты выделяются, субсидии? Вы говорили дешевые деньги, то есть, кредиты на каких-то льготных условиях. На самом деле, вот сейчас тему, которую вы затрагиваете, она... Я не смогу ответить на вопрос по одной причине, потому что ответ займет больше, чем ваша программа. Я на одном примере, может, просто поясню. То есть, давайте представим, что человек захотел воспользоваться мерой государственной поддержки. Условной мерой. Это не важно. Грант, это процентная ставка, значит, компенсация. Не имеет значения. Важно, что он решил стать субъектом государственной поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства. Он обращается в специализированные учреждения. Ну, предположим, это будет РЦВП, либо бизнес-инкубатор. Это тоже не имеет значения. Он пришел в профильное учреждение. Важно, чтобы он соответствовал критериям для субъектов, под которые сделана существующая программа. Эти критерии публично, они есть на сайте, эта информация есть в учреждении, его проконсультируют. То есть, надо понимать, чтобы он был, что называется, нашим клиентом. Вот если он наш клиент, и действительно он является, например, начинающим предпринимателем, имеет регистрацию не более столького-то времени, планирует осуществлять деятельность в такой-то сфере и так далее, то он соответствует базовым критериям. Все. Он может стать потенциальным участником. Далее он должен быть проинформирован о том, какие программы существуют и как в них принять участие. Когда будет определяться набор таких претендентов, когда будет происходить отбор, дальше, когда заседание комиссии, и когда и как будут предоставляться денежные средства, либо там та мера, на которую он претендует. Может быть, мера у него на самом деле не деньги, а дешевая аренда. Или, например, гарантия от нашего гарантийного фонда. Соответственно, предприниматель должен уже теперь соответствующим критериям обеспечить сбор всех необходимых документов, которые потребуются для подачи документов на комиссию. Должен разработать бизнес-план по своему делу, защитить его. Повторюсь, скомпоновать полный пакет документов для участия в данной программе и подать соответствующий срок документы. Дальше происходит предварительная проработка этих документов, и данный претендент в случае наличия, отсутствия к нему замечаний по фактуре, он попадает на комиссию. Комиссия у нас входит как представители органов власти, так и эксперты, просто действующие предприниматели, депутаты. То есть они просто смотрят, абсолютно прозрачный отбор. То есть люди пришли, вот система критериев существует. Это обычный конкурс, как, знаете, не знаю, как олимпиада. Нужно понимать одно, что люди, которые получат государственную поддержку в виде, я повторюсь, финансов, либо каких-то других наших мер поддержки, они обязаны будут нести отчет за то, что они сделали. То есть нас нельзя обмануть. Нам нельзя рассказать, что ты будешь делать, получить средства и забыть об этом. Этого сделать нельзя. Мы докажем, по сути дела, то, что был произведен умысел, то есть вы, по сути дела, нас обманули, и мы взыщем через суд эти деньги с вас обратно. Поэтому если вы действительно собрались стать предпринимателем, хотите получить эту меру, вы проходите все этапы, получаете финансирование, и в соответствии с обязательствами, которые вы на себя берете, вы нам ежеперидно отчитываетесь о том, как вы эти деньги потратили, куда, какого результата вы достигли. — Ну и последний вопрос. Если говорить о защите, кто, собственно, кроме контрольно-надзорных органов, ею занимается? Может, в РЦПП может прийти предприниматель и попросить защиты? Или вообще, в принципе, от кого предпринимателей надо защищать? — Прекрасный вопрос. Я думаю, что любого предпринимателя Российской Федерации, как и любого гражданина Российской Федерации, защищает законодательство Российской Федерации в первую очередь. Однозначно. Конституция и система нормативных правовых актов. И каждый человек должен понимать, что он защищен перед законом. Но есть специфичные сферы и отрасли, когда человеку, может быть, где-то сложно разобраться, нарушены его права или нет. Значит, или он чувствует, что его права ущемлены, но не может сформулировать, в чем это происходит. Либо норма закона не позволяет ему отстоять свои права. Либо есть у нас все-таки пробелы в праве, и он не понимает, значит, ущемлены его права в этом случае, либо нет, и он хочет разбираться в этом вопросе. Здесь, конечно, я бы назвал два элемента, которые есть. Во-первых, у нас есть система учреждений и мер государственной поддержки. Есть люди, которые отвечают за малый бизнес. Во всяком случае, я готов отвечать на нужду любого предпринимателя, потому что я оккурирую сферу малого соединенного предпринимательства, в том числе у меня много сферы акваторства, но эта сфера также, я за нее отвечаю, я готов разбираться с каждой проблемой, я отвечаю на обращение граждан и так далее. У нас есть профиль департамента экономического развития, есть управление, есть учреждения, в которых обязаны разъяснять ответы на те вопросы, которые существуют у предпринимателей. Если люди не могут ответить, я имею в виду мои работники, они обязаны запросить юридическую справку и человека проконсультировать, потому что у человека есть на это потребность. Либо они должны сказать там, где он может получить ответ на свой вопрос. Понятно, что человек не может быть не юристом, но он отвечает за предпринимательство и он обязан, он не имеет права человека оставить в этой проблеме. Но если говорить про профильное уже совсем, то у нас существует институт уполномоченного по правам предпринимателей в Вологодской области, Степан Николаевич Ткачук у нас уполномоченный по правам предпринимателей, и здесь у него существует приемная, и приемная, кстати, у нас является одним из участников регионального центра поддержки предпринимательства, то есть как элемент паровой защиты и консультации. Здесь, конечно, люди могут обращаться в приемную уполномоченного, и там существует система, и, скажем, такой информационный лифт, который позволит человеку отстоять свои права, заявить о нарушении и получит разъяснение. Более того, уполномоченный, он имеет широкие права, он имеет вход в контролирующие органы, у него заключены соглашения с такими организациями, поэтому он будет в состоянии расценить нарушенные права человека, либо нет, и искоренить этот вопрос системно в будущем. На этом я предлагаю завершить наш разговор. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вам большое спасибо. До свидания. До свидания. Отдельно предлагаю рассмотреть тему поддержки науки и инноваций, на какую помощь могут рассчитывать Вологодские кулибины и как финансируются научные исследования. Об этом в следующем материале. Из регионального бюджета наука и инновации финансируются в рамках специальной подпрограммы. Ее курирует управление при Департаменте экономического развития, созданного в этом году. Каждый год из региональной казны выделяется миллион рублей. Также мы взаимодействуем с двумя фондами федеральными. Это российский гуманитарный фонд, научный фонд РГНФ и российский фонд фундаментальных исследований. У нас идет софинансирование по 50%. Это в размере тоже около миллиона рублей. То есть в общей сложности получается 2 миллиона рублей. В рамках региональной поддержки это 5 грантов по 100 тысяч и 1 в полмиллиона рублей. С учетом софинансирования выделяются еще 2 гранта по 500 тысяч. Как правило, финансовую поддержку получают университеты. Там они могут выходить как индивидуальные проекты, тоже не только от вуза, да? И так они могут быть тоже коллективом, делать некую монографию, некие исследования. Мы пошли дальше. Мы понимаем, что без создания инновационного лифта от науки до инноваций должна быть некая связь. В следующем году планируется введение еще двух мер поддержки. Гранты на опытно-конструкторские разработки и финансовая помощь участникам программы «Старт». Это один из конкурсов фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он был создан в 1994 году. На его финансирование идет 1,5% от всех средств, выделяемых на науку из федерального бюджета. Проект нацелен не на поддержку науки, не фундаментальной науки, именно на поддержку прикладных инноваций. То есть не обязательно изобретать какой-то там велосипед новый или там вечный двигатель, нет. Достаточно сделать какое-то техническое совершенствование существующих же вещей. Сейчас у фонда самая масштабная программа – это «Умник и Старт». Они, опять же, уникальны в своем роде. «Умник» – единственная программа в России, абсолютно точно, которая поддерживает физических лиц. То есть в ней может участие принять любой желающий, гражданин Российской Федерации от 18 до 28 лет и получить на завершение своей научно-исследовательской работы 400 тысяч рублей в течение двух лет. Эту программу сопровождают региональные представители, оценивает проекты местные жюри, эксперты от вузов и предприятий. При этом количество грантов на регион не ограничено. Главное, чтобы проект был стоящий. Основная цель программы – помочь участнику закончить исследование и в идеале открыть собственное дело. Развивать это дело помогает следующий этап – федеральный программа «Старт». В ней принимают участие уже юридические лица, малые предприятия. Фонд выдает 1 миллион рублей на открытие собственного дела, уже на малое предприятие. И затем, если все хорошо у предприятия получается, развивается, то можно получить на второй год до 2 миллионов, и на третий год до 3 миллионов рублей. Но если ты закончил программу «Умник», ты можешь пройти на старт с преференцией, потому что ты закончишь программу «Умник». И тут две преференции. Ты получаешь, во-первых, плюс 10 баллов при общей оценке проекта, а во-вторых, ты можешь подать заявку от физического лица, не создавая малое предприятие. В этом году миллион по программе «Умник на старт» выиграл в том числе череповчанин Артем Харламов. Его проект, по сути, поисковая система по крупным закупкам. Правительство и различные большие компании, они что делают? Они закупают постоянно какие-то материалы, ресурсы, товары, услуги, а люди пытаются в них поучаствовать. Но для многих их сложно найти просто. Очень много сайтов, где это все опубликовано, и очень много товаров, которые можно поучаствовать. Соответственно, чтобы найти то, я продаю карандаши, я хочу их продать. А они хотят их купить. Но чтобы найти, тебе нужно подавать очень много времени, анализируя все эти сайты, пытаясь вбить карандаши, канцелярские товары, канцтовары, еще что-то. А мы это все понимаем и, грубо говоря, знаем, что ты хочешь, и даем тебе это. Череповчанин признается, грант по большому счету дали время на развитие исследований, не надо было подрабатывать. А еще много дали обучающие поездки от фонда, встречи с уже работающими предпринимателями. Теперь в компании работают шестеро человек, функционирует сайт, есть клиенты и частные соинвесторы. То есть цель программы, можно сказать, достигнута. Между тем, сейчас проводится новый набор участников в конкурсе «Умник». Заполнить заявку на участие можно на сайте, адрес которого указан на экране. Стоит отметить, что у фонда содействия развитию малых форм предприятий есть и программы, гранты в которых достигают 20 миллионов рублей. Подробнее о них можно посмотреть на сайте фонда. А я с вами прощаюсь. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова